С появления ребенка перед родителями, в семье которых есть автомобиль, встает вопрос, какие удерживающие устройства надежно защитят малыша время поездки. Впрочем, нередки случаи, когда этими мерами безопасности взрослые пренебрегают. И все потому, что не осознают последствия, которые могут произойти в случае аварии. Чтобы в нашем регионе ответственных родителей было больше, инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками комплексного центра социального обслуживания населения провели профилактическую беседу в родильном отделении Наринмара. По словам сотрудника ДПС Светланы Фроловой, детские удерживающие устройства необходимо выбирать с учетом возраста и роста ребенка. Кроме того, следует обратить внимание на наличие сертификата соответствия. Как в правилах еще сказано, если в автомобиле по техническим характеристикам есть система изофикс, то, естественно, и кресло мы должны выбирать с системой изофикс. Если же в автомобиль, который используют родители, такой системы по техническим характеристикам нет, значит, мы выбираем кресло, которое фиксируется штатными ремнями и безопасностями, которые есть внутри кресла. Обязательно дети, которые до года, смотреть, что внутри этого детского устройства были ортопедические вкладки. Согласно правилам, запрещены к использованию бескаркасные детские удерживающие устройства и адаптеры. Что касается расположения детского автокресла в салоне автомобиля, то здесь инспекторы тоже дают несколько советов. Всех безопасность считается сзади посередине. Самое безопасное место для ребенка. Но, в принципе, оно не запрещено и спереди, и с боков сзади. Но если мы ребенка в детское кресло помещаем спереди, то мы должны учитывать и такой нюанс, что если есть подушка безопасности, то мы ее должны выключать. При возникновении опасности эта подушка может травмировать ребенка. И это примерно до 4 лет мы должны перевозить ребенка противоположно потоку движения. То есть кресло должно стоять в обратном положении. Это тоже обезопасит ребенка, потому что, получается, сзади защищено и голова, и тело каркасом кресла. Напомню, с 12 лет дети могут ездить в автомобиле, используя штатные ремни безопасности, в том числе и на переднем пассажирском сидении. Дети помладше должны перевозиться исключительно в специальных удерживающих устройствах.